А снимаю для блога, для ютуба, для продвижения, потом увидите сюда. Обжора у нас выглядит и понял. А смотрю тут живая, да, а это свежемороженое. А почем у вас лососевые стейки? Так и так, всем привет, друзья, вы на канале Виконста. Ребята, меня многие просили посетить Кировский район. Сейчас я нахожусь в микрорайоне Текстильчик, хочу вам поснимать рынок. Ассортимент товаров, ну и цены. Некоторые видео у меня постоянно висят на заметке. Сейчас мы дорогу перейдем через светофор и уже будем врываться в рынок. В принципе, кто просил, почему ты к нам не ездишь на Текстильчик, ребята? Да как-то времени нет, да и вот сейчас просто получилось у меня так. Сегодня я здесь нахожусь. В принципе, сейчас на рынок зайдем, там уже все я вам это покажу. Что касается рынков, большинство людей покупает продукты на рынках, так как там все-таки выбор и ассортимент все-таки побольше, чем в других супермаркетах. Да и цены на 10% приблизительно меньше. Вот так выглядит Текстильчик от первого лица. Вот остановка, тут у нас 76-е, 42-е ездят, 87-е. В принципе, с правой стороны вот бутики тоже работают. Но у нас сегодня цель рынок. Вы с рынков просто дуреете. Ну там можно было войти в рынок и здесь. Ну, мы сейчас потихонечку пойдем через пешеходный переход, так как здесь постоянно бывают казусы. Людей сбивают, потому что хотят быстро перебежать, а водители не всегда видят пешеходов. Поэтому не надо переходить в тех местах, в которых не положено. Ну, с правой стороны сейчас будем проходить обжору. Ну, первое, я снимаю видеоролики в основном о жизни в Донецке и плюс для тех людей, которые давно не видели сам город и всем интересно, что здесь происходит. Ну, а сейчас вот так обжора у нас выглядит. И сейчас мы перейдем дорогу и уже будем заходить на рынок. Там у нас рынок Сокол. Там в основном больше строительный рынок. Здесь в основном такое строительное все продают. Бэтехнику, лампочки, принадлежности для сада, огорода. Смесители. То есть тут есть все. В детстве я как сюда приезжал, где-то в часов 8 заходили и ели в 2 часа выбирались отсюда. Бывало такое, что нашли что-то, а потом... Да ладно, придем попозже. Вот, кстати, для рыболовного здесь хозяйство есть все. Удочки, прикормка. Бывает такое, что... Вещь понравилась, но, блин, хочется что-то еще посмотреть. В итоге приходишь, покупаешь. Там, где и было в начале. Ну, сейчас мы здесь еще по первому ряду пройдемся. Здесь у нас вещи. Это самый центральный ряд. А потом... Ну, вещи, в принципе, цена там плюс-минус одинаковая. Джинсы нормальные. Две с половиной минимум. Футболка 300-400 рублей. А здесь начинаются торговые ряды с фруктами, овощами. Арбуз. Арбуз у нас по 8 рублей. Яйца 65-60. Вот я так приценяюсь. Помидоры 40-35. Сколько штук по 60? 10? Яйца 65-60. Огурцы. Рыба. Свежая. Теленгаз. Карпа 220. 200-250. 200-250. Слушай, здесь свежемороженое. Свежемороженое, да? У всех. А что, сразу не... Это еще весенний улов. Понял. А смотрю, тут живая, да? А это свежемороженое. Это свеж. Угу. Кроме всего... Все свежа, кроме всего. Ты понял, свежемороженое. Угу. Понял. Так, здесь... Тоже рыба. Меньше 140, побольше чуть-чуть по 160. Вот здесь очередь. Начинается вот эта толкучка. Яблоки 75, персик 100, слива 55, дыня по 25, арбуз 10. А почему у вас лососевые стейки? Тысяча, 200-100 килограмм, да? Это свежемороженое. Ну да. А свежее вообще стоит 1300. А карась? 120. Ммм. Такой 200. Понял. А чего? Так, ну что, идемте дальше. Здесь у нас конфеты. Глаза разбиваются. 380, 370, 580. Кстати, вот эти конфеты прикольные. Панды. То есть я обычный морковь. Нет. Кукуруза по 8, качан. Вот эти вот, это надо. 550. Морковка 35, буряк 35, лук по 30. Порошки стиральные. Здесь также еще по осени продают саженцы. Так, ну здесь ряд немножко поменьше. Колбаса по 160, просто на берегу. Просто на берегу. Акценно, это куриная. Колбаса 330, 260. Колбаски по 300, копченые, дачные. Варенка 185, 195. Голень 120, ведро 180. На почечник 250, шея 310, гуляш по 240. Так, ну в принципе здесь цена одинаковая у всех. Смотрите, какое красивое сало. По 230 сало, да? Это для кого репортажчик? Это для ютуба. Да, по 230. Спасибо. Курицы. А курица в какую цену? 190. Понял, спасибо. Филе. Утка 270, перепела 370. О, баранина. Редко баранину встречаешь на рынке. А баранина в какую цену подскажешь? 250. Чисто говяжий, да? Так, здесь у нас копченое сало, ушки. А в какую цену сало? 150. 150. А ушки? Вот этот наборчик. 100 рублей. 100 рублей, понял. Смотрите, какая красота. Вот это вечерний, а это утро. Так, тут я так понял, мясной ряд. Ну и молоко, творог. Молоко, 40 литров крови. А козья в какую цену молоко? 50 рублей. Литр, понял. Камомет. 350. Акация. Майский трехлитровый. 1800. Так, семечка. А литровое масло в какую цену? 70 рублей. Понял, спасибо. Ютуб джекон, Саш. Смотришь? Масло. Беларусь. Сыр 480, 520. То есть, что хорошо, что вся продукция в холодильниках. Крыло. Печень кролика по 165. Так, ну что, ребята, плавно мы будем двигаться дальше. В принципе, ассортимент товара колоссальный. Картошка по 22. Помидоры от 40 до 70, так. В зависимости от их вида. Ну и вкусноты. О, здесь колбаска. 180, 310. Финская, 310. Еще колбаса. Так, ребята, я же вам и обещал приготовить борщ от первого лица по рецепту из СССР. То есть, настоящий украинский борщ будет у нас. Скоро рубрика, она сейчас у нас есть. Плейлист называется «Вкуснотища». Там мы будем продвигать видео о готовке. Так, ну что. Сейчас мы будем заходить, наверное, еще в один мясной павильон. Там он изначально был. Просто раньше, где-то лет 5-7 назад, вот те места, которые я вам изначально показывал, там не продавали мясо. Там в основном продавали овощи, фрукты. И оптом можно было купить картошку. Хотя сейчас, как ехать в сторону города, там сейчас оптовый рынок. То есть, изначально вы можете купить немножко дешевле, чем на рынке. Но там надо закупаться мешками. Так, ну сейчас мы вошли туда, а вышли отсюда. Ну так, быстренько пробежался я по рядам. Показал я вам ассортимент товаров. Может быть, кому интересны, либо нравились эти места. С вас, как всегда, максимальная поддержка. Распространение этого видео. Чем больше ваша активность, тем быстрее выпускаю видеоролики я. Это, видимо, какой-то магазин открылся еще в рынок мясной. Здесь, конечно, выбор. Выбор классный. Выбор здесь классный. Сала. Сала. Здрасте. Здрасте. А в какую цену, что у вас здесь? Начинаем. 240. 240. Лопатка 250, 240. А вы мониторите просто цену? Да, мониторю цену. 300, 300. Угу. 250. А сала пахнет. Вы коптите его чем-то еще? А снимаете тут что? А, снимаю для блога, для ютуба, для продвижения. Потом увидите сюда. Как бы по всем рынкам хожу, интересуюсь. Вы же должны мне спросить разрешение на съемку. Вообще нет. В общественных местах мне спрашивают. А это не общественное место, это частный рынок. Частный? Конечно. Ну, вы же выставили. Ну, я выставила. А я смотрю. Ну, вы же, вы обязаны. Я же товар снимаю. Вы не товар снимаете. Вы задаете мне вопросы. Можно мне тогда два кусочка сала с прорезью. И отлично вообще. И мне нужна еще лопатка на борщ. Буду потом варить борщ. Варите. 250 рублей. Это на косточки. Вот на косточки это лопатка. Ага, давайте мне вот это вообще. Цена одна, можно все уйти, да? Понял, да? 566. Так. 500. Сейчас вам 7 десюликов дам. Спасибо большое. 7 десюликов. Если с рублей, то 20. У вас же с мелочью все время дефицит. 3, 4, 5, 6. Ну, так цена, в принципе, у всех одинаковая. Я просто по той стороне рынка прошел. Одинаковая у всех. Дело в том, что на той стороне нет домашнего мяса. Можете так и сказать, а я скажу на камеру. Ага. Я смотрю проблемы. Дефицит. Ясно. Спасибо. Выбрать есть что. Смотрите, какие прорези сала. Ну что, друзья, вот и закончился наш очередной выпуск. Сегодня мы побывали в Кировском районе города Донецка. Показал я вам рынок техстильщик. Самые креативные комментарии, как всегда с вас. Ну, а сейчас, ребята, я нахожусь на окраине Петровки. Вот, как видите, здесь у нас десятовские ставки. Это первый ставок. Там следующий и второй ставок. Надо будет прийти как-то сюда на рыбалочку сходить. А вон, видите, вдали там терриконы. И сейчас я прикреплю фоточку, как в детстве я лазил по этим терриконам. Ну, а сейчас хочу вам показать, что же я за сало прикупил. Вот такая красота. Посмотрите. Прожилка мяса. То есть их тут даже 3 или 4. Ну и как вам такое сало, а, ребята? Класс. Не в каждом городе вы купите. Мне многие пишут, побольше снимай. У нас такого нет. Вот, ребята, самое настоящее сало. Смотрите, какая загорелая спинка у него. Класс. А, как же пахнет, знаете, домашним молочком. Видите, шкурочка тоненькая. Значит, оно будет очень вкусное. Также я купил лопатку к себе на борщ. Поэтому скоро будет выпуск. Борщ от первого лица. Будем готовить настоящий украинский борщ. По рецепту с Советского Союза. От моей бабушки. В общем, ребята, кому понравился этот видеоролик, ставим палец вверх. Вы знаете, что делать. Максимальная поддержка от вас. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.